Мужчина, романтичный мужчина, очень сильно полюбил женщину, романтичную женщину, а она с ним дружила. И ему ничего не оставалось, как дружить в ответ. Любить, что ему никто не давал, оставалось сидеть и дружить. Но мужчина, он даже вот этим вот мелочам, как дружить с этой женщиной, он был очень рад. Потому что он хотя бы, хоть как-то ее чувствовал, благодаря вот этой дружбе, хоть как-то вот к ее существу приближался. Но он был не глупый мужчина, хоть и романтичный. Он понимал, что так долго продолжаться не может, что нужно как-то решиться, как-то открыть свои чувства. И для него это был очень важный и такой, знаете, решительный шаг, чтобы на него надо было правда решиться, ему надо было подготовиться. А что мужчина делает, чтобы подготовиться, прежде чем открыться в любви? Мужчина мечтает. Цветущий двор это поля. Полет стрижа среди мансард, не веря в Бога, умолял, чтоб дали встречу небеса. И был твой лик, и был твой контур в реснице, в шее, в волосах. И я, как спятивший маляр, чтоб вздумал написать жакон, у тебя на зданиях писать. Июнь, застывший на весу, свернувшийся в садовый шланг, как переполненный сосуд, трещит по каплям и по швам в прыжке тугой летящей коброй. Пускай настигнет, пусть страшна, абсурдна жизнь, но сквозь абсурд я пронесу твой хрупкий образ, куда бы участь ни зашла. И потому, молю, пойми, что смерти нет, раз есть момент, когда сжимается мой мир в твои ладони. И во мне навечно схема переулков к тебе ведущих. Этот нерв проложен к сердцу напрямик. Покинь трамвайную шкатулу, и я с тобой, и смерти нет. И смерти нет. И пока он так мечтал, у него появился кто? Другой. А мужчине даже нельзя было никуда уйти. Он с ней дружил, она с ним всем делилась, им было очень тяжело. И мужчине ничего не осталось, кроме как что? Страдать. Быть в одном помещении невыносимо, вместе с парой влюбленных. Когда вы мужчина одинокий, смотреть на единство вдвоем, и тем паче, когда в честь единства влюблен. Ваши шутки неловкие, ладони рябки, и вы продержитесь дольше, коль нервы крепкие, прежде чем осознав свой нескрытый, нескромный взгляд, а то идете куда-то поспешно из комнат, от той сердца, которой вам не покорить, помочиться в сортир, на балкон покурить, кофе выпить, на кухню, на улицу, прочь, матерясь на себя, тихо плача и прочь. В помещении этом для вас напряжение нарастает с любым новым актом общения, застревающим горлами с воздуха в жизнь. Вы считаете каждый ее ему жест, его его ответ, и вновь ему взгляд свой прячете в пол, где подобные климы, пятна краски засохшие, вы до конца жизни их запомните. Так же ворсинки на джинсах, что вы нервно скребли, незаметно ногтем. А точнее незаметно, из вас же актер никакой, надпись чувства на вашем лице велика, потому лучше быть есть. В этой комнате все, мир оставшийся с комнат, это самая главная комната комнат. Вы считаете каждый ее ему жест, теребя свою кистью несвежий манжет, разглядевший всю мебель, весь изучив скарп, вы от скуки, как будто, на партию карт соглашаетесь с ними, но сжав карты в пальцах, вы не знаете мстителей или ей поддаваться, но какую бы карту ни клала рука, все равно, кстати, всегда в дураках, он выходит вперед, он призер и позер, чтобы вы, смутившись в ответы, влюбленясь. Чтобы не слышать вашу обувь, поменьше отчаянного идете на кухню, заваривать чаю или кофе, неважно, но важно скорее, за предел коридора, двух стен, трех дверей, где вы, вперед в окно, без того мутный зум, позволяете глазу низвергнуть слезу. Но не больше одной, так как дверь это много, чтобы не слышали, не видели глаз, покрасневших вы строго, и брезгливо взглянув в зеркала на себя, возвращайтесь в комнату, будто слепя себя заново, вновь минут лишь за пять, чтобы в комнате той распадаться опять. Вы идете туда небольшим коридором, каждый метр его вам и долг, и дорог, и мы клюже протиснувшие двери в район, вы готовы опять танцевать вальс в твоем, и все синие небы для вас в потолке, вы готовы награивать вальсом паркет, вы готовы неловко вертеться отверткой, не хотя, или не видя глаза той, четвертой, что давно уже смотрит с печалью на вас, замечая весь глупый, нелепый ваш вальс, и тоска ее глаз, как тоска ваших глаз, то взгляд бесконечный и любящий вас. Браво!